Привет, дыра! Какая ты миленькая! Вот я, вот оператор, и мы здесь абсолютно спокойно гуляем. Течет ручей, бежит ручей. Рома, ну помоги, мне надо, чтобы ты сел на другую сторону. Уходи, вода, уходи. Ну, то есть, в принципе, те, кто здесь живут, смирились? Ну да, ну да. Даже батут кто-то поставил, фигасе. Железная штуковина непонятного назначения. И квартиры есть. Всем привет, я Олеся Грузинская. Это проект о новостройках.ру. Наши авторские обзоры на жилые комплексы Москвы и Подмосковья. Сегодня мы в Подмосковье. Покажем вам жилой комплекс «Павловский квартал» от компании «Инград». Жилой комплекс «Павловский квартал» это 29 корпусов. И здесь сейчас продаются квартиры от одной до трех комнат. В продаже есть площади от 42 квадратных метров до 76 квадратных метров. Стоимость всего от 2 миллионов 200 тысяч. И примерно до 4 миллионов. То есть за квадрат примерно 56-59 тысяч рублей. Кому-то может показаться, что мы приехали снова в жилой комплекс Борисоглебской. Например, мне так показалось. Но я-то точно знаю, что я везла себя сегодня в другое место. Это деревня Лобаново. 24 километра от МКАД по Новорижскому шоссе. Можно еще по Волоколамке. Там 19 километров. И если у вас есть авто, то в принципе от МКАД там, ну, соответственно, около 20 минут. И вы уже здесь будете дома. А вот если машины нет, то добраться сюда на самом деле беда. Потому что от площади трех вокзалов нужно доехать до деревни Нахабино. Это уже 52 минуты. А там еще сесть на маршрутку и добраться сюда. Но на самом деле, как бы если вы сюда решите приехать и здесь поселиться, для вас этого не будет сюрпризом, транспортная доступность. Поэтому, если вы выбрали это место, значит вас это устраивает. Из минусов, ну, для себя я вижу один. Это дорога. Рига стоит. Зимой особенно сложно. То есть, ну, до Стригинодда, до ближайшей станции метро, ездить и ехать, наверное, час. На машине часа. На машине, да. Технология строительства у этих домов на самом деле отличная, потому что они полностью из кирпича. Это на самом деле очень дорого. И я всего трижды, по-моему, в своей жизни видела кирпич. Это был жилой комплекс Бориса Глебская. И парочка долгостроев, по-моему. В общем, очень здорово, что они из кирпича. И снаружи у них облицовочный кирпич двух оттенков коричневого. Но я не могу понять, почему именно этот облицовочный кирпич издалека выглядит как сайдинг. Вот это строймаркет из сайдинга, ну, обшитый сайдингом. А вот это облицовочный кирпич. И, ну, выглядит, не знаю, правда. Они бывают разного качества, видимо, разных оттенков. Но вот этот выглядит, ну, очень, не очень. Когда забиваешь в Google жилой комплекс Павловский квартал, то выдает сразу несколько сайтов. Первый написан официальный сайт от застройщика и почему-то компания Виктори. Если открыть проектную декларацию, там написано, что застройщик компания Павловский квартал. Раньше вы могли встретить, что застройщик компания Апин, а теперь вообще Инград. То есть получается такой водоворот из разных компаний. Но вот двухэтажненький миленький домик, это офис продаж. Естественно, мы туда сейчас зайдем и все вам расскажем, кто кому кем приходится. Скажу наперед, сейчас самая главная ответственная компания это Инград. Они являются, по сути, сейчас застройщиком. И у компании Инград, в принципе, стабильная и довольно такая устойчивая репутация. Они большинство своих комплексов дают без задержек. И если задержки бывают, это чаще всего 3-4 месяца. То есть такие не очень значимые. Я делала обзор на ЖК Вавилова 69, но это было очень-очень давно, когда наш канал только вот так усенький был. И еще гусарская баллада, но это был долгострой, который они подобрали за другой компанией. Поэтому на их счет эти задержки сроков нельзя приписать. Сейчас я пытаюсь добраться до офиса продаж и не понимаю, почему здесь огромная огнеопасная газ прямо посередине территории стоит. В декабре прошлого года АПИН стал принадлежать группе компании Инград. Через некоторое время вообще перестал существовать. И тем самым плавно теперь Павловский квартал перешел в полное ведение и владение группы компании Инград. Ну то есть все структуры АПИНа стали теперь принадлежать Инграду, в том числе застройщик Павловский квартал. Слияние, продажа, не знаю, как правильно это более понятно, но группа компаний АПИН перестала существовать и стала группа компаний Инград. Все объекты теперь их не только Павловский квартал? Все объекты, которые были в АПИНе, да, теперь принадлежат Инграду. У нас всего комплекс это 29 многоквартирных трехэтажных домов, в первую очередь в 12. То есть 15 корпусов сейчас в общей сложности в готовые и которые завершают строительство, то есть 14 корпусов еще. Они еще пока даже не начинали? Нет, они начинались, есть проектная документация, разрешение на строительство получено на все корпуса. Насколько я знаю, из интернета источников, открытых в Павловском квартале, были серьезные задержки сроков сдачи. Это было до прихода Инграда, во время из-за перехода, или как так случилось? Это было еще до перехода в группу компаний Инград. Связано было, как банально всегда бывает, с финансированием, Поэтому решили все-таки уменьшить количество строящихся корпусов, чтобы их завершить в срок. Часть корпусов приостановили. Но в наши планы сейчас в этом году входит точно так же возобновить строительство. А это вот те корпуса, которые были в свое время, там, в 16-м году? У них есть дольщики? Нет, у них дольщиков нет, к счастью, поэтому, собственно, и было принято такое решение Бросить силы и средства на те корпуса, где дольщики были, и приостановить там, где их нет. За офисом продаж видно стройплощадку, где строится, ну вот я вижу один, где-то там еще другой корпус должен быть. Это два корпуса, у которых отличается технология строительства, потому что застройщик решил попробовать вариант, когда дом будет стоить поменьше и быстрее это строительство будет проходить. И вместо того, чтобы заливать монолитные конструкции прямо на месте, их привозят уже в готовом варианте и просто собирают. И поэтому кирпичей я вижу гораздо меньше, монолиты гораздо больше. Но в итоге сказали, что эксперимент не удался, и только два дома будут вот такие, а остальные будут строиться дальше просто кирпичные, как и было. Я сейчас быстрее стараюсь вам все рассказать, потому что вот-вот начнется дождь, и меня может затопить. Но на самом деле мне уже интересно даже, если вдруг пойдет ливень, как будут работать вот эти водостойки с крыши, потому что вот отсюда, вот прямо вот здесь, по идее, должна потечь. Течет ручей, бежит ручей, куда бежит, зачем бежит. Я не представляю, но это же прямо правда, здесь будут просто водопады целые. А какая сейчас управляющая компания и тарифы какие? Управляющая компания Евродом, они находятся прямо на территории микрорайона, поэтому имеют возможность моментально среагировать на ту или иную неприятную ситуацию. Вот, к сожалению, точно по тарифу я не скажу, но насколько я помню, последний раз, когда мы по этому поводу с ними общались, это был тариф, утвержденный Советом депутатов на территории Истринского района. Здесь, наверное, одни из самых скромных двориков. Опять же, я каждый раз вспоминаю жилой комплекс Борисоглебская, потому что не на каждый дом даже есть детская площадка. Вот сейчас я вижу раз, два, три, четыре, пять домов и ни одной детской площадки здесь. Есть только несколько цветных кустиков и парковочные места. Но меня интересует еще, конечно, подъезд. Вижу, что везде разная высота захода в подъезд, но при этом везде есть пандусы, ну, так или иначе, как-то оборудованные, но странно, что не огороженные. В общем, несколько ступенек. Качество, мне кажется, здесь все-таки чуть поприличнее, чем в Борисоглебском было. Но на дверях даже нет домофона, поэтому я могу зайти в абсолютно любой подъезд. Отделка в подъездах тоже мне показалась чуть более приятной, чем в Борисоглебском. Сегодня это сравнение будет, правда, очень часто. Правда, я смотрю, что лифта, естественно, нет, здесь три этажа. И пандусов никаких нет, поэтому, например, коляску вот здесь кто-то пристегнул прямо к поручню. Светлая штукатурка такая, бежевая, керамогранитная плитка на полу. И очень простенько, но при этом, по крайней мере, этот подъезд нам повезло. Очень чистый, аккуратный и пока даже ничем не испорченный. Качество материалов для эконом-класса вполне себе выглядит, по крайней мере, презентабельно. Не знаю насчет их надежности, но пока особых претензий нет. В зависимости от планировки дома, количество квартир на этаже может быть разное, но примерно вот здесь, допустим, 7, может быть, 6, там, смотря сколько однушек, двушек или трешек. Однушек в этом проекте больше, их примерно 50%, но, в принципе, это норма для всех жилых комплексов. Так, добрый вечер. Ну, двери вот такие я вижу во всех самых простеньких, самых эконом-экономовичах, потому что это, ну, даже не дверь, одно название от нее, так просто, чтобы купить квартиру и сразу поменять. И это двухкомнатная квартира, около 55 квадратных метров, здесь говорят, она получает распашонку, потому что одна комната и кухня выходит на одну сторону, а там другая комната с лоджией. Высота потолков в черновом варианте, говорят, примерно 2,80, то есть в чистом виде будет 2,70 и условно-свободная планировка, то есть большинство перегородок будут вот так в один кирпичик, но всегда будет отделена кухня самыми простенькими материалами, это гипсокартон, скорее всего, даже дверку какую-то поставили. Зачем она здесь нужна? Потому что в эти дома проведен газ и отопление в том числе идет от индивидуальных котлов. Кстати, меня вот что смущает, что из-за того, что дома газифицированы, в каждой квартире будет вот такой миленький дымоходик, и у кого-то он попадается в кухне, в большинстве квартир, конечно, на балконе, но жаль, что он съест очень много места, потому что придется это как-то отгораживать. Вот тот самый котел, который вам подарит теплоту, и в этих домах, когда вы уже купите квартиру, газ будет проведен, поэтому застройщику пришлось поставить самые простенькие плиты, потому что так принято, чтобы проверить, что газ идет не только в батареи, но и в ваши плитки, плита здесь уже установлена. Здесь выделили мокрую зону, видимо, но она какая-то совсем крохотная, я думаю, что ее нужно сделать побольше. Вообще, я смотрела на сайте планировки, для эконом-варианта не плохой, в принципе, выбор планировок. Самые интересные варианты, это мне понравились квартиры с двумя окнами в одной комнате, очень круто, и есть двушки с двумя лоджиями, но таких, конечно, меньше всего, потому что всего три этажа, соответственно, угловых квартир с двумя окнами будет только три на весь дом, поэтому это очень мало. Но лоджия есть в каждом доме, и, в принципе, она довольно просторная. На балконе тоже никакой отделки, всю отделку нужно будет делать самим, и здесь даже остекление какое-то, ну, вообще, самое-самое простенькое. А по какому договору сейчас можно купить квартиру? Какой договор заключается? Ну, соответственно, в тех корпусах, которые строящиеся, это договор долевого участия, те корпуса, которые уже сданы в эксплуатацию, договор купли-продажи. А какие банки аккредитовали этот проект? На данный момент проект аккредитован Сбербанком, что для нас это очень важно и ценно, как и для большинства покупателей, которые пользуются этим банком. Я думаю, что в ближайшие полгода мы наладим этот процесс, и по максимуму количества банков будет аккредитован этот проект. А рассрочки, может быть, есть какие-то? Рассрочки есть, они зависят от процента первоначального взноса. Если это 50-75%, то от 3 до 6 месяцев беспроцентная рассрочка. Кто еще, помимо Энграда, продает и почему так? Собственник земли здесь не застройщик. Земля принадлежит паевому фонду. За выкуп земли мы оплачиваем квадратными метрами, поэтому тем самым пропорционально, выкупая тот или иной земельный участок, по домам, которые мы осваиваем, мы передаем по договору долевого участия собственнику земли. Поэтому они, соответственно, их продают. Я хотела показать, что отсюда как раз открывается шикарный вид на те самые дома, строительство в которых было приостановлено, который начал строить АПИМ, а потом пришел Инград. И хорошо, что в этих домах не было дольщиков, потому что в них пришлось полностью остановить строительство, чтобы быстрее достроить те дома, где задержки уже были. И их планируют сдать во втором квартале 2019 года. А парковки. Здесь нет, естественно, ни большого плоскостного паркинга, ни многоуровневого, ни тем более подземного, по трехэтажными домами. Вот такие парковочные места абсолютно по всем дворам. И, то есть, получается, здесь двор даже не закрыт от машин. Но зато я надеюсь, что мест хватит абсолютно всем, потому что квартир очень мало, мест довольно много. И... Привет, дыра! Какая ты миленькая! Вот это да! Кто-то пытался прокопать здесь ход, видимо, к центру земли, прямо посреди тротуара. Я вообще-то шла к детской площадке. Вот этому корпусу, третьему, ну, немножко повезло, что ли, у него на один корпус своя собственная детская площадка. Причем, судя по большому количеству игрушек, сюда уже заселились люди с детишками и оставляют их прямо здесь. Ну, площадка как бы на... Ну, на троечку, наверное, максимум. Потому что очень простенькая. Ой, там еще такие же ямки, смотрите. Ну-ка, будем играть в игру, сосчитай все ямы на одной дорожке. Два, три, вон там четыре. Это кто-то, может быть, такой тяжелый, что протоптал, что ли, их? Я вот хожу, гуляя по территории, пытаюсь найти что-нибудь интересное, чем здесь можно заняться, например, или что здесь есть. Но на территории комплекса нет никакой инфраструктуры, естественно, никаких коммерческих первых этажей, потому что их всего три. И поэтому вот я пока нашла только две детские площадки. Территорию, кстати, обещали огороженной. И она, правда, огорожена. Вот там коричневым забором, здесь зелененьким. Но это такой как бы строительный забор, который должны потом снести. Говорят, что все люди просят оставить этот забор, чтобы хоть какая-то видимость ограды была. Хотя доступ сюда свободный, потому что вот я, вот оператор, и мы здесь абсолютно спокойно гуляем. Никто нас отсюда не выгонял. Мне только немножко жалко жителей вот этих частных домиков, которые с одной стороны жилого комплекса Павловский квартал, потому что у них теперь окна вот на этот самый забор и выходят. Там расстояние, мне кажется, ну полметра, не больше. А зато там лес красивый. Чистенько все, аккуратненько. Домики красивые, уютненькие, теплые. Что еще? Что я могу сказать? Ну вот вас не смущают, допустим, вот такие всякие ливневки, которые никуда идут? Ну, да, единственное, сэкономили они вот на центральной ливневке вот эти трубы положили. Вот единственное. А инфраструктура, не знаю, дети, может быть, у вас есть школа, садик. Вот как справляться? Ну, вроде как школы здесь только на Хабино близко и все. Ну, это нужно куда-то ездить, получается? Ну, да. Ну, а как вы хотели, в деревне же вроде как. Ну, то есть, в принципе, те, кто здесь живут, смирились? Ну, да. Ну, да. В пешей доступности у жилого комплекса Павловский квартал есть супермаркет 1, пятерочка, здесь же строймаг, и я вижу пивмаг и шашлычное, и у дороги еще продают фрукты какие-то и арбузики. На самом деле, это все, что есть в пешей доступности. А, еще спортивный комплекс. Большая беда, по мне, так с социалкой, потому что социальные инфраструктуры пешей доступности здесь, ну, только один частный детский сад. Кстати, про детей. Детский сад и школа. Удобно ли, что они... Нет. Где есть частный детский сад? Там, в принципе, 70 тысяч есть. 70 тысяч? Да. 70 тысяч вступительный взнос. Есть школа в Нахабино неплохая, есть хорошая школа в Апалихе, но это все равно машина и езда. К сожалению, еще очень плохо, что здесь нет остановки официальной, здесь нет никакой обочины, то есть даже ребенок, если старшеклассник, то ему очень сложно дойти до школы, если он сам идет, потому что, ну, просто летом еще ничего, зимой, это небезопасно. Я нашла еще одну детскую площадку, и у меня нечто среднее между смехом и ностальгией она вызывает, потому что это площадка из моего детства в лихих 90-х, когда у тебя есть только одна железная странная штука, на которой ты ничего не можешь делать, потому что ты маленький. И вот такая качеля, которых я, правда, уже не видела очень-очень много лет. Рома, ну помоги, мне надо, чтобы ты сел на другую сторону. Ты не знаешь, как эта штука работает? Ее надо вот туда давить. Давай. Все, как в детстве. Я сначала увидела на одном корпусе странную водосток, который уходил в никуда. Я подумала, что, может быть, просто не доделали еще, но вот это корпуса, которые, ну, уже давненько так сданы, и главное, чтобы не на нашу территорию, ну, вот туда куда-нибудь, за забор водичком. Уходи, вода, уходи. Мне вот очень нравится гулять по этому комплексу, потому что я себя чувствую, как в деревне у бабушки. Здесь все очень тихо, спокойно, какие-то грядочки, огорожены маленькими заборчиками, и я вообще, на самом деле, хочу сосчитать, сколько здесь детских площадок на весь этот комплекс, и сейчас я нашла третью. Даже батут кто-то поставил, фига себе. Ну, чует мое сердце, что здесь не обошлось уже без самих жителей, потому что вряд ли пластмассовую горочку поставил застройщик. Такую качелю мы уже видели, железная штуковина непонятного назначения, и остальное все уже явно жильцы сами и самое крутое, что здесь даже есть батут, но тоже явно не от застройщика. Я нашла четвертую детскую площадку, то есть чуть больше 10 зданных корпусов и 4 детских площадки. Ну, на мой взгляд, конечно, очень не густо, если учесть тем более наполнение этих площадок. Спасибо за вот этот чудесный домик, он действительно классный, но это самое, наверное, классное, что мы здесь видели. И здесь уже заканчивается территория комплекса, и начинается следующая территория, и вот этот оранжево-серый домик. Говорят, там есть теннисный клуб какой-то и еще какие-то спортивные секции, поэтому в пешей доступности можно позаниматься спортом. Торгово-развлекательный комплекс Павлова-подворье. Это инфраструктурная доминанта района, она находится между жилыми комплексами такими масштабными Павлова-1 и Павлова-2, которые застраивала Апин. И нам пришлось проехать 10 минут на машине, чтобы до него добраться, потому что он не в пешей доступности от Павловского квартала. Но, тем не менее, это то, что нельзя не показать, потому что это такой лайтовый вариант Внукова Outlet Village. Здесь магазинчики, есть рестораны, вот я вижу, студия танца Todes написана, какая-то оптика, чья хана номер один даже есть, Евросеть, Мегафон, Макдональдс на минуточку, ресторан Мари Мания я видела. То есть здесь можно чем-то закупиться, как-то более-менее себя развлечь, занять, но, опять же, не пешком. Время итогов для жилого комплекса Павловский квартал и главная мысль, которая крутилась у меня сегодня весь съемочный день, это жилой комплекс Борисоглебский. Я где-то это видела, вот только мы в другой локации. На самом деле, очень похожая концепция, структура и даже, в принципе, составляющая комплекса. И, наверное, самое положительное, что есть в этом комплексе, это то, что все недостатки, в принципе, видны сразу. И для вас они не будут сюрпризом. Для меня это далекое расположение. Отсутствие приличной инфраструктуры в пешей доступности, особенно социальной инфраструктуры типа школы и детского сада, которых нет в пешей доступности, нужно куда-то ехать. Отсутствие даже приличных детских площадок, их тоже нет. Но при этом довольно неплохое качество строительства здесь. Ну, по крайней мере, я не увидела такого что-то, что меня прям совсем бы возмутило. И квартиры есть, и они еще будут, потому что корпуса строятся, цена совсем мизерная. Поэтому, если вы сюда приедете, в принципе, здесь вроде как мы не обнаружили никаких подводных камней, которые потом вам могут аукнуться. Поэтому, если вам вдруг нравится вот именно тишина, покой, а всем местным жителям она правда нравится, то, пожалуйста, приезжайте, выбирайте квартиру, заселяйтесь в Павловский квартал. А мы уехали снимать следующий сюжет. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!